Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайв. Я Мария Вересневич, и мы начинаем. Что должен делать молодой человек, когда ему пришла повестка? Граждане, которые уклоняются от мероприятий призыва, они наказываются штрафом от 30 до 1000 базовых величин. Изначально всем тяжело, но для этого есть мы. Минздрав и Министерство обороны уточнили требования к здоровью призывников. Увелся второй шанс. И те ребята, которые сейчас хотят попробовать себя в этих направлениях, у них больше возможностей. Отмена срочки для белорусских студентов, которые за рубежом вызвали большую дискуссию в обществе. За исключением тех ребят, которые обучаются по реализации государственных программ. То есть в интересах республики. Чтобы закалить свой характер, надойду к родине. Каждым годом все больше растет число патриотично настроенных граждан. Как считаете, с чем это связано? Ситуация с соседями, она немножко людей отрезила. Защитник Отечества это? Это патриот своего государства. Лея Евгеньевич, здравствуйте. В Беларуси стартовал весенний призыв. Давайте напомним, что должен делать молодой человек, когда ему пришла повестка? В первую очередь молодой человек должен прочитать. Зачастую молодые люди получают документ, доходят до того пункта, где указывается дата и время. Больше ничего. Но ниже, в повесточке, написано перечень документов, которые они обязаны собой взять по прибытию военных комиссариат. Поэтому это основное, что нужно. Ну и, соответственно, прийти к назначенному времени и назначенной дате. А что грозит, давайте об ответственности немножко поговорим, за уклонение от мероприятий призыва и службы в целом? Подход здесь, насколько я знаю, принципиально строгий. Да, очень строгий. Согласно части 1 статьи 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь, граждане, которые уклоняются от мероприятий призыва, они наказываются штрафом от 30 до 1000 базовых величин, или ограничением свободы до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Куда отправятся служить наши новобранцы и идут ли на встречу к тем, кто хочет идти служить, например, в определенный род войск? Ну, в первую очередь, ребята идут служить в Вооруженные силы Республики Беларусь, подразделения сил специальных операций, органов пограничной службы, внутренних войск МВД, ну и, конечно, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь. А сколько ребят призовут этой весной? Согласно плана, да, в районе 370, но все будет зависеть от того, как будет проходить медкомиссия. То есть, ну, не все окажутся годными, у кого-то боя появятся и отсрочки, ну, в общем, по-разному будет. Отмена отсрочки для беларусских студентов, которые за рубежом вызвала большую дискуссию в обществе, есть ли здесь исключения? 17 мая 2023-го, да, были змеи в законе Республики Беларусь, воинской службы, воинской обязанности. Вот, и они коснулись пункта, пункта того, что ребята, которые обучаются за пределами Республики Беларусь, ну, срочкам вообще не предоставляется. За исключением тех ребят, которые обучаются по реализации государственных программ, то есть в интересах Республики. Все, больше срочки не будет. А что вообще учитывается при призыве? Ну, во-первых, учитывается категория годности ребят после прохождения медкомиссии, плюс образование, которое у них, и специальность. Вот, и, безусловно, учитывается в целом их желание, то есть, да, предпочтение, куда бы они хотели. Это распространяется, в общем, на тех ребят, которые прошли медкомиссию, так сказать, в первых рядах, да, без дополнительных обследований, без затягивания, потому что, ну, такие ребята есть, которые, так сказать, систематически этим занимаются. Вот, у этих ребят есть больше возможностей самим, как бы, выбрать туда, куда они хотят, конечно же. Год назад Минздрав и Министерство обороны уточнили требования к здоровью призывников. Нововведения коснулись 22 пунктов. Связано это с многочисленными обращениями молодых людей, которые хотели служить. Были ли такие случаи в Бобруйске? Те ребята, которые, так сказать, хотели, мечтали поступить в военно-учебное заведение, да, то есть, в военную академию, либо гражданские вузы на военные факультеты, либо те, которые устраивались на контракт или хотели получить военную учебную специальность, то есть, обучение в ДСАФе, да, они не могли это сделать по состоянию здоровья, основная масса. Но после изменения, то есть, так сказать, с 18 января 2023 года у них появился второй шанс. И те ребята, которые, так сказать, сейчас хотят попробовать себя вот в этих направлениях, у них, ну, больше возможностей. А кому вообще положена отсрочка? Отсрочка положена, ну, в первую очередь, ребятам по семейному положению, которые у нас потом идут по образованию, по состоянию здоровья, да, вот сейчас они проходят медкомиссию, и вот некоторых нужно просто дообследовать, необходимо, по указу президента, ребятам отсрочка. Военные службы, это сейчас престижно, и с каждым годом все больше растет число патриотично настроенных граждан. Как считаете, с чем это связано? Ну, я бы так сказал, наверное, мировой обстановкой. Эта ситуация с соседями, она немножко людей отрезила. Они начали просто понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, я считаю так. Служба в армии – важный этап в биографии каждого мужчины. Это хорошая школа жизни, где крепнут физически и духовно, учатся управлять боевой техникой и оружием. Здесь обретаются навыки сплоченности и чувство ответственности в солдатском коллективе. Изначально всем тяжело, но для этого есть мы, вышестоящие начальники, руководство, которые помогаем им, как говорится, втянуться в военную службу. Есть такие же товарищи, которые помогают им освоиться в получении каких-либо навыков и знаний. Поэтому, ну, все складывается успешно. Это возможность для молодых людей выполнить священный долг и научиться защищать свою родину и близких. Служба, она, во-первых, меняет людей, дает много полезных качеств, с помощью которых, ну, можно стать настоящим мужчиной. Белорусская армия за последние годы претерпела значительное преобразование. В ней стало больше дисциплины и порядка. Молодые люди сегодня охотнее идут служить. Кто-то по велению сердца, кто-то набраться здоровья и знаний. Охраняем государственную границу в воздушном пространстве, то есть следим за, чтобы было мирное небо, чтобы не было никаких пресечений. Государственная граница нарушений использования воздушного пространства. Ну, и, собственно, это и есть ответственность. Для Егора Полевикова, командира разведывательного отделения, решение пойти в армию было вполне осознанным. За плечами 9 месяцев строевой, боевой и военно-политической жизни. По долгу службы приходится нести боевые дежурства. Здесь кормят, одевают. Здесь есть начальство, к которому можно обратиться по любому вопросу. В целом я ничего не вижу здесь сложного. Главное просто вжиться, а дальше все пойдет как по маслу. Если человек не понимает, что такое армия, то и в других вопросах у него будет разброд и шатание. Армейская служба ставит все на свои места. Вооруженные силы Республики Беларусь, да, это престиж. Старшина Максим Ковалевский был призван в 2019-м. До армии не знал, чем заниматься в жизни, куда пойти работать. А теперь твердо решил связать свою судьбу с армией. Учится в Белорусско-Российском университете. Можно стать на офицерскую должность. Ну, собственно, это и в планах. Ответственность не может существовать без дисциплины. Приказы командира надо выполнять во что бы то ни стало. Эту аксиому за два месяца службы основательно усвоила Дарья Тронина. За плечами – педагогический университет. Для учителя физической культуры и здоровья военная служба с детства была загадкой. Даже интересно разгадать, какие задачи они выполняют, а спят ли они ночью. Для меня это всегда было интересно. И сейчас я это вот все узнаю потихонечку. Разгадываю эту свою загадку. В армии свой уклад – распорядок дня. Изучение устава тоже многое меняет в мировоззрении военнослужащего. Я готова выполнять боевое дежурство на отлично. Молодой солдат должен ответственно относиться к службе, прислушиваться к советам старших товарищей по оружию, которые знают больше и всегда могут оказать помощь и дать совет. А еще как можно быстрее найти новых друзей, быть более открытым и не отрываться от коллектива. Со всеми нашел общий язык. С военнослужащими срочной службы я общаюсь очень хорошо. И я уверен, что после того, как я уволюсь в запас, я буду с ними продолжать общение. И мы будем хорошими друзьями. А с военнослужащими контрактной службы в принципе то же самое. Даже несмотря на то, что они старше меня по воинскому званию. Я, естественно, соблюдаю субординацию, но общение у меня с ними достаточно-таки хорошее. Многодневные учения, марши, огневая подготовка – все это закаляет мужчину. Делает выносливее и сильнее. Проходя физические испытания на прочность, начинаешь больше понимать себя. И, что немаловажно, в некотором роде преодолевать себя. Физически подготовленные, перед тем, как поступить на военную службу, они сдают нормативы по физической подготовке. Соответственно, если бы не сдали, то как бы не попали бы вооруженные силы. По словам начальника штаба Центра Евгения Фомкина, выпускника военно-патриотического класса средней школы номер 27, современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные героические традиции дедов и отцов. Войны вооруженных сил надежно охраняют мирный сон соотечественников. В связи, конечно, со сложившейся обстановкой вокруг территории нашего государства. Мы принимаем все силы для того, чтобы защитить нашу территориальную целостность и сохранить мир нашего государства. 147-й зенитный ракетный полк размещается в кутаистских казармах Бобруйской крепости. Для заместителя начальника расчета Максима Новичка служба в армии – это путь, который должен пройти каждый уважающий себя мужчина. Им гордятся родные и близкие. И он обязательно оправдает их доверие и надежды. Защитник воздушных рубежей нашего государства честно и добросовестно исполняет свой конституционный долг перед страной. Мы выезжаем в боевое дежурство, на полевой выход, в разные условия погоды. Нам это не страшно, ведь мы защитники нашей Родины. В будущем я хочу стать офицером, чтобы продолжать наши славные традиции отцов и прадедов. А тем временем в военкоматах страны – горячая пора – идет весенний призыв на срочную военную службу вооруженной силы и другие воинские формирования. К началу лета призывников уже отправят в воинские части страны. Сейчас юноши проходят медицинскую комиссию, также проходят профессиональный отбор по каким родам войск они будут служить. В свои 18 Максим Иваненко – студент механико-технологического колледжа, слушатель автошколы ДОСАВ. В марте ему предстоит защитить диплом, получить права категории С и повестку для прохождения службы в рядах вооруженных сил. Именно армейская жизнь позволит ему стать не только самостоятельным, но и обрести крепость моральную и физическую. Мужчине стоит сменить среду, чтобы стать лучшей версией себя. Дед у меня служил, воевал. Получается, отец и его брат тоже служили. Вот, можно сказать, иду по их стопам. Станислав Кравцов – разносторонняя личность. Увлекается музыкой. Своей физической подготовке уделяет большое значение, так как поставил для себя цель служить в воздушно-десантных войсках. Предстоящая служба не пугает. Новобранец окончил Бобруйский государственный механико-технологический колледж. Получил специальность техника-электрика. Парень уверен, армейская закалка, тем более в элитных войсках, станет хорошей школой жизни. Направили меня в 103-ю воздушно-десантную бригаду в городе Витебске. Ну, считаю, что да, будет все нормально. Чтобы закалить свой характер, отдать долг родине. Ну, войска у нас самые лучшие. Синекое – суверенное государство, в котором надежно обеспечены мир, стабильность и безопасность. Это величайшее достижение белорусского народа. Поэтому нам есть, что защищать. Вооруженные силы делали и делают все, чтобы на нашу землю никогда не пришла война. А мирный труд белорусского народа был надежно защищен. Вы в должности начальника отдела призыва Бавруйского комиссариата относительно недавно, два месяца. Да. А что лично для вас значит воинскую службу? Предоставленная возможность служить обществу, участвовать, активно участвовать вообще в жизни республики. Были ли вообще сомнения, вот еще там, может быть, со школьных времен, идти служить в армии, не идти? Товарищей очень много таких настоящих приобрел. Каким должен быть настоящий мужчина? Добрым, рассудительным, обладающим, безусловно, чувством юмора. В последние годы в Беларуси становится все больше военно-патриотических клубов. Западные страны, да, они уже так прям плотно начинают переписывать историю. Востребованы ли мужчины, которые прошли срочную военную службу в силовых структурах? Приоритет будет отдаваться по-любому тому, кто. Знаете, как раньше говорили, понюхал порох. В чем силы Беларуси? В единстве народа, по-другому никак. Вы в должности начальника отдела призыва Бавруйского комиссариата относительно недавно, два месяца. Что лично для вас значит воинская служба? Есть определение в уставе, да, военная служба – это особый вид службы, да, именно особый вид службы. Поэтому это предоставленная возможность служить обществу, участвовать, активно участвовать вообще в жизни республики. Расскажите немножко о себе. Мечтали ли вы с детства носить погоны, или как так вышло? Нет, изначального, да, как сказать, цели такой вот у меня не было. Просто, ну, вот, так жизнь сложилась. Ну, я поступил в Академию МВД вообще. Потом после Академии пошел служить в органы пограничной службы. Потом устроился на контракт. Десять лет, получается, в общем, стаж отслужил. Потом перевелся по семейным обстоятельствам в город Чаус. То есть, ну, вернулся домой. Ну, и так получилось, что перевели, так сказать, служить в Абруиск. А были ли вообще сомнения, вот, еще там, может быть, со школьных времен идти служить в армию, не идти? Нет, ну, этого вообще не было. То есть, в этих сомнениях, то единственное, что выбор профессии всегда был, знаете, как это, ну, все мы люди, да, и... А в том плане, что служить, не служить, ну, у меня, так сказать, дед воевал, и один и второй, так сказать, были участниками войны. И отец всегда настраивал то, что в этом ничего такого нет. Даже тогда, в советских времен. Ну, тем более, я служил в такие времена, что все очень спокойно было. Ну, а тем более, сейчас все для службы. В этом, ну, никакого страха в этом точно нет. То, что, знаете, как бывают, приходят ребята, особенно, ну, там, ребята, ладно, мамы приходят, которые наслушались там своих мужей, еще каких-то родственников, да, которые побыли в определенных местах своей службы. И вот они все переживают, что вот с ними, вот с детьми будут так же обращаться, как, допустим, все. Нет, этого совершенно сейчас нету. Это сейчас, во-первых, контролируется государством и очень строго контролируется. За это точно переживать родителям, матерям не стоит. Ребята служат, вернутся домой, и все будет в порядке. А что лично вам дала служба в армии? Закалку, наверное, какую-то. Такое вот, более себя вот в таких непредсказуемых ситуациях чувствовать себя более увереннее. Товарищей очень много таких настоящих приобрел. Каким должен быть настоящий мужчина? Настоящий мужчина, ну, в первую очередь, честным, добрым, рассудительным, обладающим, безусловно, чувством юмора, смелым. А продолжите фразу. Защитник Отечества – это? Это патриот своего государства. В последние годы в Беларуси становится все больше военно-патриотических клубов. Да, замечательно. И как вы считаете, это запрос времени или это историческая память? Ну, я бы сказал, что это и то, и то. И история, вот, я думаю, все обращают внимание, что глава государства очень часто говорит о том, что, так сказать, западные страны, да, они уже так прям плотно начинают переписывать историю, что, оказывается, не советские народы, да, добыли победу ценой 20 миллионов. А, оказывается, Запад освободил Европу. Поэтому здесь безусловно и то, и то, и, ну, и сама обстановка, конечно. То есть время такое, что нам нужно это. И сейчас вот все вовремя, я бы так сказал. Своевременно, вот, и классы, и все это. Сейчас это нужно, поверьте. А взаимодействует ли военный комиссариат как-то с этими клубами? Конечно, напрямую взаимодействует. Конечно. Очень много ребят с этих классов поступают в военные учебные заведения. Ну, даже, даже не только военные, а и другие заведения силовых структур. То есть, ну, самое главное – донести до них их необходимость в их государстве, чтобы они… Чтобы понимали, что они часть большого целого. Да. Да, сейчас время такое, что нужно доносить. Потому что социальные сети, много разной информации, да, они немножко дурят ребятам голову. Как бы там ни было, ну, это так. К сожалению, это так. Такие классы, они позволяют опыт тех людей, которые прошли и Афганистан, остались живы. Они очень много чего интересного и среди преподавателей очень много. А востребованы ли мужчины, которые прошли срочную военную службу в силовых структурах? Безусловно. Я вам так скажу, что даже вот если брать молодого человека, который прошел срочную военную службу и пришедший из гражданки, то приоритет будет отдаваться по-любому тому, кто. Так, знаете, как раньше говорили, понюхал порох. Пусть это все, так сказать, в кавычках, но он побыл, он, молодой человек, побыл, во-первых, в мужском коллективе достаточно продолжительное время, да, кто год, кто полтора. И они, так сказать, и побыли в стрессовых ситуациях, особенно те, которые вот ребята воздушно-десантные войска, да, прыгнуть в самолет, и не каждый сможет. Поэтому приоритет по-любому вот отдаваться тем, кто прошел срочную военную службу. А этот год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и, как вы сказали, ветеранов осталось, да, уже немного. Что бы мы вот в канун, можно сказать, так, праздника пожелали тем, кто еще с нами? Ну, наверное, здоровье – это основа. Основа всего не будет здоровья, не будет ничего. Поэтому здоровье, крепость и духа, конечно, они молодцы, держатся. Вот, ну и мира, мир сейчас. Это главное, что у нас сейчас есть. Как вы считаете, в чем силы Беларуси? Я даже не считаю, наверное, я уверен в этом. Это в единстве народа, по-другому никак. Но очень многие события, слава богу, у нас не произошли. Не буду их, так сказать, озвучивать. Но, поверьте, если бы не было такого жесткого решения, у нас бы было что у соседей. А может, и хуже. То есть Беларусь сделала правильный урок? Безусловно. Мы сделали выводы и очень вовремя все сделали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова